Всем привет! В эфире Кулинарная Пропаганда и я, Дмитрий Фреско. Друзья мои, спасибо вам за тёплые слова и поддержку. Это очень важно для нашей маленькой команды. У нас в воздухе отчётливо запахло весной. И пора уже выбираться на улицу, к живому огню, к живому общению с друзьями и товарищами. Кстати, насчёт товарищей. Встречайте! Мастер изготовления настоек, наливок, ликёров, всевозможных закусок к ним. Канал Алкафан! Привет всем! Привет, Димон! Привет, Димыч! Что там у вас? Конец зимы виден? Давно уже виден. Весна во все поля. А вы уже открыли пляжный сезон? Кое-кто открыл. Ну, правда, в гидрокостюмах. Что ты сегодня готовишь? Я сегодня начну засаливать этого красавца карпа для горячего копчения. А ты что будешь куховарить? Ну, а я собираюсь сегодня приготовить лойму лохи. Только лохи-то не то, что ты сейчас подумал. Лосось по-фински. Приступим? Поехали! Пока тёзка занимается карпом и коптильней, разожжём огонь. Россиянам повесненно достать из дальнего угла гаража или балкона пыльный закопчённый мангал и привести его в божеский вид. Ближайшие соседи финны в это же время достают свежую доску. Мы идём на рынок знакомому мяснику за свининкой, а не к рыбаку за лососем. Мы режем и маринуем, а не чистят и присаливают, приперчивают. У нас только углик готовится, а они уже готовы поедать своего луэму лохи, потому что запекали его прямо у горячего костра. Пока огонь разгорается, пойдём в дом, займёмся готовкой. Понадобится только доска, такая, чтобы на ней поместилось филе, несколько гвоздей и молоток. Идеальный вариант для закрепления рыбы – берёзовые колышки. Почему именно берёзовые? Да потому что берёза плохо разгорается по сравнению, например, с сосной. Но в наших краях берёза не растёт. Даже дрова, вы будете смеяться, и те апельсиновые, и оливковые. Поэтому только гвозди. По деревянной колышке надо предварительно наметить отверстие. Это можно отверткой сделать. Доску хорошо бы предварительно замочить в воде, хотя бы на полчасика. Рыба сейчас дорогая, это точно. Красная в особенности. Но я считаю, что для какого-нибудь особого случая вполне себе можно позволить. Я тут занялся кое-какими подсчётами, и вышло, что если купить рыбу целиком и разделать её на части самостоятельно, то это будет дешевле, чем покупать всё то же самое раздельно. Смотрите, с одной тушки вы получите два филе, хребет с приличным количеством мяса и голову. Одно филе можно приготовить так, как я сегодня. Другое – засолить. Кстати, сырое филе дешевле малосольной рыбы раза в два. Из головы и хребта получится отличный уха на целую семью. Ну что, пойдём к огню? Теперь надо поставить эту дуску почти вертикально и присматривать за рыбой. Сразу заброшу картошку в угле. Только надо её в фольгу завернуть, чтобы не обгорало. Димыч! Что? Как там у тебя успехи? Коптильню готовлю копчением. А ты чем занимаешься? У меня лосось уже запекается. Сейчас соус пойду делать. Значит, соус. Для него я измельчу штучки три маринованных огурчика. Хотя лучше бы, конечно, использовать солёные. Зелень и йогурт. Смешаю с этим делом всё. В качестве зелени у меня сегодня мята и петрушка. Пожалуй, надо бы добавить чеснока, соли и чёрного перца. Вы же ориентируетесь на свой вкус. А теперь другое дело. Пойдём за рыбой. Так, что тут у нас? Рыба, похоже, готова. Картошка тоже, похоже, готова. Всё, забираем и пойдём в дом. Осталось только сервировать. ДИМОН Да. Димон. Тут я. У меня карп закопился. У тебя как дела? У меня съёмка запеклась. Вот что получилось. Высылай по скайпу кусочек, а я тебе в ответ карпа. Здорово получилось. Я роман даже через монитор чувствую. Спасибо тебе за компанию. Пока. Вот такой у нас между собой образовался. Обязательно зайдите на канал Димыча. Ссылку я оставлю под видео в описании. На сегодня это всё. Напоминаю всем про лайки и репосты. Почаще встречайтесь с друзьями. По поводу и без повода. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.